Тунсо, соцсеть, телеграм, проект ФСБ, как и Касперский, они создают вокруг него ауру надежности, почитая статью. Знаете, как говорит мой адвокат, очень грамотный человек, которого я очень уважаю и к нему прислушиваюсь, он как-то сказал мне такую очень важную фразу, когда у нас стал вопрос, через какой мессенджер переписываться, а там нужно было объем документов, некоторые пересылать, вопросы с Интерполом связаны, и разумеется, очень много идет документов туда-сюда, конвенциальных документов. И вот стал когда вопрос, каким мессенджером пользоваться, он тогда сказал такую гениальную фразу, он сказал, ты знаешь, надежность мессенджера это вопрос веры, он сказал. Вот какой, если ты веришь, что он надежен, то забей на все и высылай. Поэтому здесь мы ни о чем не будем смотреть. Вы считаете, что это проект ФСБ Телеграм, не пользуйтесь, уходите оттуда. Пользуйтесь тем, который вам нравится, который вам по душе. Но в то же время не осуждайте тех, кто не считает так, как вы. Я все-таки считаю, что сегодня Телеграм это самый надежный и самый нормальный мессенджер. Так, сообщение у нас USA от Госдепа. А, 50 долларов Госдеп прислал. Это за бороду, за ношение бороды? Деньги прислали, зарплата. Баракаллаху фиг. Ну что, ты видел, как Кадыров сегодня мясо кушал с чужих рук. То есть, да, я видел это видео. Это известный вот этот вот повар, который у него уже там помилует его рестораны. Они очень дорогие, они говорят, что там очень вкусное мясо реально. И Кадыров, видимо, тоже его посетил. Не знаю где, может быть, в Дубае, может быть, в Турции. Ну, скорее всего, в Дубае, наверное. Эмин, от Кремля. От Кремля? Да, что-то Кремль жадноват. Ну что, а сейчас с твоими родственниками, которых показывали почек от РК, с ними сейчас всё нормально. Ну, пока у нас нет какой-либо информации, что с ними что-то случилось. Их, конечно, беспокоит. К ним всё-таки приезжают всякие ДНК, анализы. Там какие-то ещё какие-то допросы, новые какие-то объяснения, что-то подписать, что-то там. В общем, постоянно что-то там происходит. Но по телевизору их больше не показывали. Брат, ты можешь сказать, какие вопросы задают твоим близким? Самые разные. Выходят ли со мной, наверное, на связь? Там какие-то вопросы задают. У меня нет какой-то прямой связи с ними, чтобы вы понимали. Ну, это для них будет как бы опасно со мной иметь связь. Поэтому я с ними не ухожу. Но я, разумеется, через там третьих, четвёртых лиц узнаю о том, что там происходит. Поэтому какие-то подробности прям я не знаю. Но в покое, конечно, их так просто не оставляют. Не оставят, разумеется. Сейчас вот этот Дашаев, который был, как бы, ну, одним, так скажем, действующим лицом в этой моей истории. Как бы личные счёты у него уже со мной были. Его сейчас убрали. С должности он сейчас стал там никем. И, может быть, в этом плане это сейчас немножко, как бы, расслабит моих родственников, я надеюсь. Ну, не знаю, будет видно. Здравствуй, Тумсо. В прошлом видео назвал тебя идиотом. Извини, мнение своё не поменял. Тумсо, опомнись, посмотри. Дети живут в красивом городе, чисто, новые школы, сады. Кто сделал бы так же? Басаев Масхадов, пусть твой народ живёт хорошо, одумайся. Михаил, здравствуй. То, что ты своё мнение, не поменял ты меня очень, конечно, этим оброчил. Я так надеялся, что ты его поменяешь к моему сегодняшнему эфиру. Но, увы, не получилось. Надеюсь, что к следующему ты его поменяешь. Что касается города красивого, школ, школы, говоришь, сады, да? Ты забыл там обмянуть ещё фонтаны, надо было создать скверы. У нас есть дороги теперь хорошие по республике, можно ездить спокойно. Проблема только в том, что те сироты, чьих отцов поубивала вот эта власть, которая сделала эти дороги, выстроила нам этот город, мечети нам построила, чтобы мы молились, чтобы мы могли там селфи делать. Дело в том, что вот эти вот сироты, оставшиеся в результате убийства их отцов этими властями, их не радует почему-то это. Не радует, понимаешь? Вот эти вот сады, куда они могут ходить теперь, не имея отцов, вместо отцов им как бы взамен дали сады, сады. Но они не рады этому, понимаешь? Они бы предпочли не иметь садов, но иметь своих отцов. Они бы выбрали это, понимаешь? Школы тоже не заменят отца, парки не заменят города. Ничего это не заменит отцов. А вот что касается Масхадов или Басаев, Масхадов, Басаев, может быть, может быть. Если бы у них была возможность, они, конечно, построили бы это всё. Но, может, у них и не было бы такой возможности. И, может, мы никогда не увидели бы такой город выстроенный. Вот эти вот парки, эти фонтаны, может, мы не увидели бы. Но зато крови наших граждан на них не было. Они не запятнали себя нашей крови. Поэтому я все-таки предпочту остаться в твоих глазах, идиотом, знаешь. Собак. Власть ЧАЭР всегда говорит, что борется с правонарушителями на дорогах. Но мы видим всегда одно и то же, уже несколько лет. ЧАКО, как всегда, на месте. Эти люди дают им взятки и катаются дальше. Нельзя ли это как-то изменить, штрафы, например, повысить? Я могу сказать, что они целенаправленно вот так и работают. Ты знаешь, вообще с этим нужно, не нужно же изобретать какой-то велосипед. Я опять-таки говорю, вот если бы я был, например, на месте власти сегодня, что бы я сделал? Я бы посмотрел, как это реализовано в тех странах, где нет вот этих правонарушений огромных, нет какой-то смертности на дорогах, ДТП и прочее. Ведь никто не спорит с тем, что у нас просто катастрофическая ситуация по ДТП. И вот с тех пор, как я выехал из Чеченской Республики, в 2015 году, я поменял две страны, да, Грузии прожил год и 8 месяцев. Вот сейчас в Польше живу опять год и уже полтора. За это время я ни разу не столкнулся, ни один раз не столкнулся вот с такой аварией, чтобы там прям вдребезги были разбиты машины, чтоб трупы. Вот я ни разу еще не столкнулся с такой аварией. Хотя я езжу за рулем. У нас в республике ты с этим сталкиваешься каждую неделю. Прям жесткие аварии, где две машины все насмерть. Три машины там. Постоянно это бывает. Полностью семья погибает. На один из, я помню, праздников Айд-эль-Фиттер, к окончанию месяца Рамадан, я ехал к своим родственникам в Чири-юрт, чтобы поздравить их. И наткнулся где-то в районе Старых Атоков, наткнулся на аварию, где с Чири-юрта полностью семья погибла. В машине ехала семья, полностью погибла. И они оказались соседями моих родственников в Чири-юрте. Я приехал поздравлять, но пришлось сразу идти на повороны. То есть, вот такие вот жесткие аварии я здесь нигде не встречал. И вот что бы я сделал, будь я на них месте, как менеджер такой продвинутый. Они же все продвинутые у нас менеджеры. Я бы посмотрел, так, где хорошая благоприятная обстановка по осмертности на дорогах, по соблюдению правил дорожного движения. Может быть, мне не стоит сейчас это говорить, я им как бы подсказываю, как это надо действовать. Ну ладно, бесплатный совет. Я бы посмотрел, нашел бы такую страну, страны. А так его и есть. Здесь в Европе этих стран полно. Я бы просто встретился бы с этой властью, посмотрел бы, как у них это все устроено. И эту модель применил бы просто у себя. И мне не нужно было бы ничего придумывать. Все настолько гениально просто. Это просто и примени. Если что-то там не применяется, например, кто-то может сказать, а, Томсо, а как ты применишь? Здесь там огромные штрафы, а у нас безработица, у нас этого нет. Но ты пропорционально это сделай. Сделай это как-то пропорционально. Конечно, параллельно надо решить и другие вопросы, и вопросы безработицы. Все это надо решить. Но исправить это можно, просто надо захотеть. Томсо, ассаламу алейкум. Мир и добро твоему народу от русских. Мы все сейчас выживаем в ГУЛАГе, где царит полное бесправие. Веришь ли ты, что будет в России революция, и мы все будем свободны. Освободимся от крепостного гнета и бесправия. И каждый из нас пойдет своей дорогой, и будет между нами добро. Я, знаешь, верю ли я в это? Это такой сложноватый вопрос. Я верю в то, что это возможно. Вот в это я верю. Я не могу сказать, что будет это или нет, это другой вопрос. Но я верю, что это может быть. Это возможно. И к этому надо стремиться. Чтобы у нас вот именно вот так дела обстояли. Я надеюсь, что мы... Я верю, что это возможно. И надеюсь на то, что это будет. Мы к этому придем. Иншаллах. Томсо, я недавно задавался вопросом о чувствах Караа и Компани. И мне стало интересно, что они думают о том, что эти всемогущие и обожаемые народом господа видят троллящие комменты и донаты на твоем канале. Я думаю, они очень тяжело это все переживают. И у нас есть свидетельства того, что они тяжело переживают. Потому что Даудов, говоря о этих донатах, что якобы там ты сидишь там типа за 50 рублей и прочее, как-то пытаясь меня этим задеть, он говорил, я тебя не смотрю, я за тобой не слежу, он говорил. Но в то же время он потом приводил цитаты из моих эфиров, там, что я сказал, как я сказал. Это говорит о том, что они очень пристально за этим следят. Это их очень волнует. И как я ему сказал в своих переговорах с ним, их больше всего коррозит. Они не могут пережить это, ранит их. Это то, что они видят, что люди здесь выражают это свое мнение, что они с удовольствием со мной общаются, что они здесь это пишут, что это просматривается, что это востребовано сегодня. Это их очень сильно беспокоит. Они, вы понимаете, они тратят миллионы, миллионы они тратят из бюджета на вот эти вот свои ЧГТРК грозные, там, ГТРК войнах. Огромные средства туда вливаются. И это никто не смотрит. Это никому не интересно, кроме там бабушек, дедушек, которые просто интернетом не умеют пользоваться, и они вынуждены смотреть. Все, больше это никому не интересно. Они знают, что молодежь на этом не сидит. Они сейчас пытаются выйти в интернет, но нет, это тоже не идет. Люди это не кушают, потому что это ложь. Люди приходят в интернет для того, чтобы получить глоток правды, а не здесь это получают. И это их очень сильно нервирует. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова